Подготовку к весеннеполевым работам обсуждали на постоянно действующем совещании. На этот раз в Хвалынском районе его провел заместитель председателя правительства области Сергей Горбунов. Подробности у Татьяны Кудасовой. Это семейная и малобюджетная ферма. В Хвалынске пример для подражания. Первым выращивать свиней 20 лет назад начал глава, севестия Николай Миронович Горбунов. Позже ему стали помогать жена, двое сыновей и две снохи. Сейчас в хозяйстве около 150 голов. Приехавший на сына ферму зампред правительства области Сергей Горбунов пообещал управляющим хозяйством выделить зерно из интервенционного фонда. По словам старшего сына, такая помощь для них очень существенна. Сейчас интервенционный фонд открывается. 100 тонн зерна мы получаем по льготной цене 4 рубля. По сравнению с на рынке 12 рублей, конечно, это ощутимо будет. Сейчас, если мы 100 тонн получим, то выгоду нетрудно посчитать. А уже на совещании с другими главами крестьянско-фермерских хозяйств и районов Сергей Горбунов обсудил самый насущный вопрос – подготовку к весеннеполевым работам. Засеять в этом году необходимо более 3,5 миллионов гектаров. Из обследованных озимых культур в хорошем состоянии сейчас находится 420 тысяч гектаров. В плохом – 220. Погибло – 60 тысяч. Техника для проведения посевных работ по словам зампреда правительства готова на 95%. Отремонтировано 7 тысяч тракторов, приобретено более 100 новых. Сегодня область, можно говорить о том, что практически готова к посевной. Тем более, буквально позавчера из Интернационного фонда Российской Федерации нам выделено около 100 тысяч тонн зерна. И часть недостающих семян мы подработаем и возьмем из этого фонда. То есть мы закроем ту проблему, которая у нас была до последнего времени. Хватит и льготного топлива, заверил Сергей Горбунов. На область на проведение всех работ выделили 125 тысяч тонн. На посевные – 55 тысяч. В марте уже использовано 12. С надеждой зампред правительства смотрят и на предстоящий урожай. Получить планируют 3 миллиона тонн зерна. Татьяна Кудасова, Сергей Суворов, Павел Крикливец, Вести, Саратов.